23 марта Байконур. Пуск корабля «Союз МС-25». На борту россиянин Олег Новицкий, американка Тресси Дайсон и первый белорусский космонавт Марина Василевская. За ними без преувеличения следила вся страна. После успешного выхода на орбиту она же и выдохнула. Перенос старта на резервный день пощекотал нервы. «Пуск, он сообщил командир, отложить на 24 часа и тут хоть с ума сойди. Это личное переживание. Но когда я с Борисовым переговорил, он мне доложил детали, что произошло. Причина – аккумулятор. Не сработал, неисправный был. И мне Борисов сказал, не переживайте, Александр Рольфович, Марину и Олега мы всех вернем на землю. Ракета в идеальном состоянии, перепроверили. Обещаю, в субботу полетим. Проверили, все в идеальном состоянии, будем стартовать. Ну ладно, будем, жду. Стартовали. 50 часов или 34 витка вокруг Земли и Союз МС-25 успешно состыковался с МКС. Белорусский флаг впервые в истории появился на экране Центра управления полетов. Теперь мы официально в ряду космических держав. Но все же экспедиция не статуса ради. За 12 суток Марина Васильевская успела и с молодежью пообщаться, телепривет с орбиты передать и 7 научных экспериментов провести. Каждый день мы связывались с Центром управления полетами. Я также получал ежедневно информацию о выполнении мероприятий научной программы. И не только научной программы, но и мероприятий, которые входят в целом в программу полета и не являются научными. Все штатно, все запланированное на космический полет выполнено. Но запустить в космос всего лишь полдела. Не менее важна и посадка. К ней, как и к старту, готовятся заранее и все операции проходят также строго в соответствии с регламентом. 6 апреля в 6 часов 52 минуты по Минску «Союз МС-24» отстыкуется от МКС. И через полтора часа один виток вокруг Земли начнет сход с орбиты. Старт более мягкий. 10 минут полета ракеты. Достаточно плавно. Нету таких больших толчков или работы пиротехники. То есть это более-менее такой расчетный. Посадка более насыщенная. Рех двигателя, взрывы, перегрузки. При входе в атмосферу космический корабль разделится на три части. Сам спускаемый аппарат, а также бытовой и приборно-агрегатные отсеки. Два последних сгорят, автокапсула с экипажем продолжит возвращение на Землю. Причем в разы быстрее той же скорости звука. Ни одна центрифуга, ни один тренажер на Земле никогда не передаст те ощущения, которые возникают во время посадки. Когда плазма 2500-3000 градусов у плеча горит в нескольких сантиметров за элиминатором, ты понимаешь, с какой скоростью ощущаешь и видишь скорость корабля. К этому времени на Земле уже развернется настоящая спасательная операция. Вертолеты, самолеты-вездеходы, а на них порядка 300 специалистов. Сегодня на брифинге в Караганде все службы сверили часы готовности. Особое внимание метеоусловиям. Сейчас казахская степь больше напоминает бескрайнюю водную гладь. Поэтому пришлось дополнительно проработать четыре мокрых варианта эвакуации космонавтов в безопасное место. Мы уже наработали очень огромный опыт по выполнению поисково-спасательных работ космонавтам. На протяжении уже 60 лет работает поисковая группа. Ну, вся система, я имею в виду. Поэтому опыт большой. Все вопросы продуманы и прослеживаются нами для выполнения вот этих работ. После посадки и эвакуации из капсулы космонавты сразу же попадут в руки врачей. Причем буквально в первые минуты после суток невесомости ноги не держат. Даже специальную оранжевую палатку развернут максимально близко. Здесь и пройдет первичный медицинский осмотр. Американская страна обычно всегда ставит капельницу уже. Не обязательно льет в палатке, но есть необходимости ставить капельницу в вену. У нас или отбор лучше, или люди крепче, но у нас реже возникают такие необходимости в переливании каких-то жидкостей. Но несмотря на оптимизм, в ближайших больницах наготове дежурные операционные бригады. Как и кровь такой же группы, как у космонавтов. История знает немало чрезвычайных ситуаций. Те же баллистические спуски. На этот случай, помимо основной воздушной гавани Караганды, задействует даже аэропорт Крайний в Байконуре. Но ветераны заверяют, для паники нет причин. Олег Новицкий – ведущий космонавт России. И экипаж подобран соответствующий. Она у вас по специальности кто? Для бортпроводника. Ну, для бортпроводника сложного не будет. Я думаю, что она подготовлена. Тем более, вы же видели, что пересель слетала. Актриса. И ничего. Отчетное время 6 апреля 10 часов 17 минут 23 секунды. Именно в этот момент должны зафиксировать факт приземления корабля «Союз МС-24». После всех эвакуационных мероприятий Олега Новицкого и Марину Василевскую доставят в Караганду, а дальше в подмосковный Чкаловский. И страна наконец-то увидит своих героев вживую. Константин Герцев и Николай Ковалев. Казахстан. СТВ.